Алексей Юрьевич, спасибо, что согласились нас принять сегодня и согласились на интервью. Нашим зрителям действительно очень важно и интересно узнать вас поближе, как и нам, собственно. Вы уже без малого три месяца руководите регионом Ульяновской областью. Скажите, насколько неожиданным для вас было предложение президента Российской Федерации? Ну что, уже три месяца? Уже три. Как время быстро летит. Казалось бы, еще недавно приехал, уже три месяца. Да, предложение, оно не было для меня неожиданным. У меня было несколько встреч в администрации президента, потом меня пригласили к президенту. Я получил напутствие от него. Задачи стоят у нас очень большие. Работа ведется по всем направлениям. И экономика, и политика, и общественная жизнь. Вот много у меня проводится сейчас встречи. Вы видите, и премьер-министр сюда прилетал. Алексей Юрьевич, а вас лично удивил тот факт, что президент назначил руководить регионом представителя КПРФ, по сути, оппозиционной партии. Чувствуете ли вы сегодня поддержку Владимира Путина? Я считаю, что в каждой партии есть достойные люди. Мы же едем не революцию какую-то делать. У меня довольно-таки большой опыт. Я руководил и промышленными предприятиями, и бизнесом занимался долгое время. Я и в политике довольно-таки давно. Вновь написано много законов, которые приняты, и по которым сейчас страна живет. Я поработал в Совете Федерации. В принципе, я считаю себя довольно-таки подготовленным для того, чтобы руководить регионом. Не скрою, что для меня эта работа новая. Я и сейчас продолжаю учиться. Слава Богу, здесь очень хорошая, прогрессивная команда в политике работает. Многие из них меня поддерживают. Будем дальше совместно работать. Относительно моей политической принадлежности, коммунистической партии, если посмотреть программу КПРТ, то, что мы там увидим. В первую очередь, это забота о человеке, о гражданине Российской Федерации. Забота о том, чтобы у него была достойная зарплата, чтобы у него было достойное бесплатное здравоохранение, образование. Ну, то есть, такие вещи, с которыми нельзя пойти в РЗС, в принципе, если взять программу любой партии, да, там эти все вещи прописаны. Первая моя встреча, одна из первых встреч здесь, в регионе, это была моя встреча с представителями законодательного собрания Ульяновской области, где присутствовали члены «Единой России», коммунистической партии, ЛДПР. Я посетил каждую фракцию, со всеми побеседовал. Со всеми прошел нормальный конструктивный разговор. Я считаю, вот моя задача здесь, в регионе, именно это консолидировать все позитивные силы, те, которые даже имеют некий деструктивный характер, да, ну, развернуть их и энергию обратить на созидание. Нам нужно, чтобы развивался регион. А поддержку Владимира Путина ощущаете? Конечно, ощущается. Я уверен, что ООН, администрация президента, естественно, очень пристально следят за развитием событий в регионе. В июле состоится все-таки моя встреча, вторая уже с президентом Российской Федерации. Я думаю, что все должно быть нормально у нас. Ну, вот вдохновение, энергия. У нас вообще на нашей территории с энергией происходит что-то невероятное. У нас две реки, кстати, текут в разных направлениях. Вы знаете, да, эту историю? А вы назначения в Ульяновске же были? Вы можете как-то сравнивать? Я был в 90-е годы. Изменился город? Я был и в Демитровгаде, был в Ульяновске. Ну, вы помните, что у нас творилось в 90-е. Какая-то такая апатия, безысходность. Даже вечером фонари на улицах не горели. Не помню. Как жестко была экономия. Безусловно, Демитровгад тогда произвел на меня такое удучающее какое-то впечатление. Ну, мы просто... Я через него проехал на машине. В Ульяновске я останавливался. Не помню, какая гостиница. Я здесь ночевал. Но какое-то уныние, да, вот в те годы было. Сейчас, конечно, времена другие, и многое что изменилось. Но определенную, я считаю, энергию конкретного Демитровгада точно нужно влить. Город потенциально очень богат. Есть и научно-институт Росатомо-ядерных реакторов. На нем работают люди все с высшим образованием, очень много ученых. Это уникальные технологии, уникальный. Такой город у нас один во всей России. Там сейчас мощнейший проект, реализуется его стоимость 140 миллиардов рублей. Строится новый реактор на быстрых нейтронах. Это грандиозная стойка. Планируется в 27-м году на год раньше ее сдать, так по планам 28-й. Но мы думаем, что в 27-м году она была закончена. При его вводе будущее предприятие НИАР просматривается аж на 60 лет. Центр лечения онкобольных. Единственный в мире, которым четыре технологии представлены. То есть пациент может поехать, комплексное обследование пройти, ему тут же назначают либо первый, либо второй, либо третий, либо четвертый метод лечения онкологических заболеваний. Нигде в мире такого нет. Технопарк, который там мы реализуем с КАМАЗом. Я посетил тоже уникальные предприятия и много еще желающих открыть там производство. Не хватает только производственных площадей, но мы наметили планы по их расширению. То есть в принципе будущее у города есть. Все зависит от людей. Многое зависит и от руководителей. От того, как эффективно, быстро будет работать, быстро принимать решение правительства, конечно, зависит и настроение народа. Нам нужно максимально быстро показать первые положительные результаты нашего здесь труда. Что удалось решить? Мы обратили внимание федерального центра, то, что у нас огромная проблема с оползнями. Лично мы показали премьеру министру. В результате, буквально через два дня после приезда Мишустына, к нам прилетел министр природных ресурсов. С ним прилетел заместитель министра по строительству и ЖКХ. И достигнуто соглашение о том, что будут поэтапно нам выделяться средства из федерального бюджета на борьбу с оползнями. Мы будем заниматься береговым укреплением, будем строить набережную и будем строить дренажную систему и канализирование на верхней части этого утеса. Возьмем проблему с водой. Правая сторона Ульяновска питается водой из Волги. Вода плохого качества. И в то же время в Кузоватовском районе, еще в советское время, была найдена линза воды высочайшего качества. И даже был построен проект. И даже он начал реализовываться. Там опоры даже начали устанавливать для электропередачи. Но впоследствии был заморожен из-за развала Советского Союза. Мы эту проблему озвучили. У нас есть все основания полагать, что в 2024 году житель Ульяновска и ближайших к нему районов может из-под крана наливать стакан воду и выпивать. При этом вода будет не хуже, чем Волжанка. Алексей Ильич, в первые дни своей работы в Ульяновске вы совершили пешую прогулку по центру Ульяновска. Скажите, пожалуйста, каково было ваше первое впечатление о Ульяновске и поменялось ли оно за эти три месяца? Девятого я приехал. Наверное, где-то десятого я пошел погулять по городу. Ну, тогда на самом деле только снег сошел. Было довольно-таки грязно еще после зимы. И зелени еще не было. Ну, такое было впечатление. Может быть, не такое радостное, как сейчас, когда мы на улицу выйдем, да, когда все цветет. Но, тем не менее, ну, я заметил, что не так хорошо город убирается. На первом же аппаратном совещании, которое мы проводили, я на это указал. Службы закрутились, завертились. Потом мы на каждом аппаратном дальше эту тему продолжали контролировать. Сейчас, конечно, летом, поздней весной, когда все растерло, когда зелень, конечно, город очень красивый. Если сейчас идти вот здесь на набережную погулять, вообще, как встающую, и Волга открывается. Самое хорошее впечатление. Алексей Юрьевич, вы объездили уже практически всю Ульяновскую область, вы много общаетесь с людьми. Скажите, пожалуйста, о чем они вас просят? Что они хотят от вас? Просят какие-то элементарные вещи. Решить вопрос по водоснабжению. Допустим, вопрос по переселению из аварийного жилья. Нормальная программа, в которой мы сейчас работаем. Да люди просто просят внимания. Просто от простого человеческого нормального отношения. Поэтому, кто ко мне подходит на моих встречах, я стараюсь каждого выслушать, постараюсь никого не оставить без внимания. Ну и самое главное, считаю, в работе, те просьбы, которые от них исходят, ну, не ограничиться какими-то там обещаниями, а чтобы их потом отработать и реализовать. Ничего такого сложного я не вижу. Просто нужно, чтобы команда работала слаженно, чтобы помощники отрабатывали. Мы стараемся отрабатывать все. Алексей Юрьевич, вы нам сейчас рассказали, как вы пришли в политику и вступили в Коммунистическую партию Российской Федерации. Насколько сейчас, сегодня актуальны социалистические ценности, которые она пропагандирует, и как они меняются и эволюционируют вместе с развитием российского государства? Я считаю, что государство, мы же говорим, что Россия – это социальное государство, поэтому социальное государство – это что значит? Это значит, что государство заботится о человеке, который в ней проживает. Соответственно, вот они и наши социалистические ценности. Это забота о человеке, забота о семье, забота о детях, забота о том, что у человека было что поесть, было что одеться, чтобы он был обучен, чтобы он был здоров и жил счастливо. Вот, собственно говоря, те социалистические ценности, которые абсолютно не идут в разы с нашим социальным государством, которое называется Россией. Мы сейчас видим, какие цели ставит наш президент перед правительством. Он ставит социальные задачи, поэтому здесь линия Коммунистической партии и политики, допустим, Коммунистическая партия, которую она пропагандирует, они целиком совпадают с этими целями. Вот, в принципе, губернатор, на ваш взгляд, он кто? Это такой управленец-хозяйственник, государственник или политик? Безусловно, он должен быть хозяйственником. Но какой губернатор может называть себя губернатором, если он не знает, как заливается бетон и из чего состоит песко-цементная смесь? Не понимая, как работает конвейер на комплекс предприятия, как человек может быть губернатором, если, приходя на авиастар, он не понимает, из каких материалов собирается самолет и что такое композитный материал. Если он не знает состав олимпийской сборной, допустим, от Ульянаской области, кто у нас поедет на эти олимпийские. Он должен быть разносторонним, развитым человеком. Если он какой-то однобокий, то успеха-то не будет. Ему навешивают столько лапши со всех сторон, потому что он долго ее снимать будет и так и не снимет. Поэтому считаю, что на этой роли, конечно, человек должен обладать широчайшим спектром знаний и компетенций. Алексей Юрьевич, Ваше увлечение командами видов спорта, футбол, хоккей, даже эстафета, говорит о том, что Вы командный игрок. Вы готовы отдавать пас членам своей управленческой команды? Я вообще стараюсь долго мяч не держать или шайбу. Я понимаю тот же пас, что я лежу. Лежу, пас был в развитии. Желательно вперед. Не к своим воротам и туда вперед. Чтобы так и развивалось. Мы с Вами уже поговорили о потенциале Ульянской области. Вы рассказали даже, что на почти всех промышленных предприятиях успели побывать за эти три месяца. В чем Вы видите преимущества нашего региона по сравнению с более успешными Самарской областью, Татарстаном, с более успешными и в экономическом, и социальном плане? Преимущество в том, что нам есть чему стремиться и кого обгонять. Если взять Самарскую область, конечно, в шесть раз больше валовый продукт. В шесть раз. Если взять Татарстан, у них в девять раз. Но имея такие цели перед собой, конечно, мы будем ставить и ставим такие задачи догнать и перегнать. Ну и бюджет нужно. Бюджет у нас такой довольно-таки слабенький по сравнению с ними. У нас консолидировано порядка 80 миллиардов. Я поставил задачу до 100 миллиардов. За ближайшие три года мы должны дойти. Алексей Юрьевич, Вы активно привлекаете в регион федеральных руководителей уже с такими масштабными, конкретными предложениями. То есть вот будет проект. Но люди чаще все-таки ждут вот таких близких, сиюминутных решений. Вот хочу сейчас, и вот прям вот тут же, чтобы мне решилось, а не тогда, когда потом этот проект будет построен. Как Вы считаете, вот Вам сейчас за это время удалось соблюсти, нащупать вот этот баланс такой, чтобы и стратегическое направление развития региона вот на одной чаще лицов было, а с другой стороны все-таки вот эти сиюминутные желания, которые ждут обыватели, зрители наши, они были тоже удовлетворены. Давайте возьмем вот район Юго-Запад, да, динамично развивающийся район, новостройки, очень много жителей уже там живет, и возьмем сотый лицей. При проектной мощности тысячи учеников, там сейчас уже учатся 1600. Мы договорились с Михаилом Владимировичем, что начинаем строить уже сейчас новый корпус для детей младших классов. позволит решить вопрос со второй сменой, и дополнительно там 500 человек, 500 детей пойдет туда учиться. Возьмем детскую поликлинику, уже в ближайшее время начинаем делать ремонт, вот современная поликлиника, с приемным отделением, с новейшей техникой, там на 200 с лишним миллионов только новейшего оборудования будет закуплено. Первая поликлиника, порядка 80 миллионов рублей сейчас выделяется уже на то, чтобы докупить туда современное оборудование. Вот также современнейший центр. Нижняя терраса. Начинаем строить поликлинику, которую очень давно ждут. Но это сейчас мы поговорили о хорошем, но есть еще и негативный момент. После создания всех вот этих условий и получения хорошего образования в регионе, молодые амбициозные ребята, обладающие хорошим набором компетенции, регион покидает. Как эту тенденцию изменить? Да, вот этот вопрос также меня очень волнует. Я помню, пришел в первую гимназию на последний звонок, стоял, беседовал с директором. Тут же старшеклассники, которые выпускались. И директор говорит, да, вот видим их, наверное, последний раз, 70% из этих ребят, там много, кстати, медалистов. Они, говорит, уедут в Москву, в Петербург, и, говорит, практически никто не вернется. Эта же тенденция, она формировалась десятилетиями. Соответственно, для того, чтобы исправить ситуацию, я думаю, у нас тоже уйдет, там, не меньше пяти лет. Нам нужно сделать наш регион престижным для проживания, престижным для работы. Ульяновская область, она должна давать человеку, молодому, перспективу на десятилетия вперед. То есть он должен понимать, что вот он закончится, пойдет на это предприятие работать, здесь у него будет такая-то зарплата. Мы должны показать, что мы хотим вообще в регионе построить, какие у нас здесь будут уникальные места для отдыха, какие дороги, какие предприятия будут открываться. Ну, в общем, мы должны показать перспективу на десятилетия вперед. Алексей Ильич, одно из ваших нововведений еженедельный строительный час. Поделитесь, пожалуйста, вашим видением городостроительной политики. Какие первоочередные задачи сейчас у нас стоят? Мы должны дать возможность строителям строить комфортное, качественное жилье, которое восстрибовано, но при этом мы не должны губить природу вокруг. Прошлись мы по Сверяге. Планируется уже в этом году будем начинать работы по очистке. Во-первых, русло реки и приближную территорию будем приводить в порядок. Кое-где русло будем спрямлять. Тоже высвободятся достаточно большие территории и для благоустройства. Там в одном месте посоветовались, наверняка, будем такой шикарный парк делать, где зона юнатов, Черное озеро. Шикарный парк получится, там порядка 70 гектаров. Когда я приехал и увидел, когда в частном секторе, где стоят коттеджи и возрушаются среди них 30 этажей, какой-то недострой, мне стало непонятно вообще, кто это разрешил. Везде должен быть баланс. Исторический центр, он должен остаться историческим. В то же время должны быть микрорайоны, удобные для жилья, с соответствующей инфраструктурой. Для детской площадки должны быть спортивные площадки, тут же поликлиника, тут же детский сад, школа в пешей доступности. Вот так надо строить. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы решения, которые принимались для строительной политики, чтобы они были взвешенными, чтобы они отвечали интересам не только застройщиков, которые хотят из метра выжать максимум, там побольше их построить, чтобы они отвечали интересам жителей. Архитекторы у нас, кстати, довольно-таки активные в Ульяновске. Вот их тоже привлечем к работе городсовета. Ну и архитектор нам нужен, уже заявил правительству, что будем конкурс объявлять, все российские, кстати. Будем искать достойного, главного архитектора в Ульяновской области. Ваши коллеги-сенаторы, когда приезжали сюда, высоко оценили туристический потенциал региона. Какие шаги вы и мы будем делать в этом направлении? Потенциал, он огромен. Во-первых, нам необходимо оживить движение по Волге. Вполне можно было бы, я уверен, что Муазаров, губернатор Самарской области, меня уже поддержал. Сейчас у меня будет еще встреча с Минихановым. По Волге замкнуть Казань, Ульяновск, Самару, сделать сообщение транспортное. Это тоже, кстати, большой плюс даст. Скажите, пожалуйста, у вас есть наставники, ну или вот другие люди, на кого вы равняетесь? Ну, когда я учился в Бауманке, у меня был очень серьезный наставник, профессор Петр Митцевич Крудько. Это был мой научный руководитель. От него я очень много чему научился. И принципы, которые он тогда мне преподавал, учил, я их до сих пор использую. И их стараюсь поддерживаться. С детства моим наставником, наверное, был отец. Он меня получил к спорту. В общем-то, и в институт Бауманский. Благодаря его, что ли, такому желанию, я поехал, поступил учиться. В политической жизни у меня наставники мои товарищи, это и Геннадий Андреевич Зуханов, естественно, это и Владимир Иванович Кашин, мой друг, он сейчас является председателем комитета, агарного комитета в Государственной Думе. Я ожидаю, что в июле он к нам приедет. Мы проведем здесь очень мощное предприятие с нашими сельхозпроизводителями. Вот, в общем-то, все мои наставники. Алексей Юрьевич, давайте поговорим о личном. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях, о своем детстве. Ну, родился в Вежевске. Родители семей инженеров. Отец Юрий Васильевич, ну, сейчас он в Москве живет, вместе с моей мамой Галиной Владимировной. Он нефтяник, работал в нефтепроводном управлении. Мама экономист, работал в такой организации газоснабжающей под названием Удмурт-газ. Есть сестра у меня еще младше, на 6 лет меня младше. У нее трое пацанов, трое детей, мои племянники. А каким детство ваше было? Детство? Детство мое было счастливое. Я рос в полноценной семье. Меня любили и бабушки, и дедушки, и мама с папой. Но в то же время воспитывали довольно-таки строго. Правильно строго. Отчитывали меня, если я получал двойку. Один раз, помню, кол получил. Был серьезный разговор с отцом у меня тогда. На самом деле, я его очень уважаю, очень благодарен. Считаю, что именно его стараниями случилось именно то, что кем я стал, где я учился, какой я человек. Это, в общем-то, конечно, его заслуга. А вот в самом детстве вы были хулиганом, вы были сразу отличником после того разговора с отрицательной оценкой. Да нет, я, кстати, класса до шестого я не был отличником, я был таким хорошистом. У нас это называлось, раньше, ударник. Это что-то класса седьмого не захотел я получать четверки, хотел только пятерки получать. Но в то же время это не мешало мне заниматься и спортом, я каждый день занимался и посещал кружки, там, авиамоделизмом я занимался, кстати, чемпион республики по авиамодельному спорту. С кордовой моделью ЯК-18 занял призовое место, меня в Артек отправили. В общем-то, все успел. Алексей Ильич, то есть вы спортсмен, отличник учебы, без вредных привычек, и вы уже сказали, что любовь к спорту вам привил ваш отец. А вашим детям все вот это передалось? Ну, дочь у меня не такая активная спортсменка, хотя фитнесом она тоже постоянно занимается. Сын по моим стопам сейчас футболом занимается. Алексей Ильич, а вот если возвращаться к вашей супруге, как давно вы вместе и вот как началась ваша история? Мы встретились в 90-м году. Я тогда уже был выпускником. Она училась на третьем курсе педагогического института. Ну, встретились на улице, познакомились. Ну, практически уже 30 лет вместе. Это мои надежные тылы. Скажите, пожалуйста, о ваших детях. Чем они занимаются? Какого их увлечения сейчас? Дочь у меня уже взрослая. Она замужем. У них сын и дочка сейчас родилась для меня. Это внуки и внучка. Алешка и Алиска. А сын, ему вот сейчас в августе 13 лет будет. Он 6-й класс закончил, пойдет 7-й. Артем, так зовут моего сына, он, наверное, будет айтишником. А ваша семья, ваша команда, вы, насколько близкие у вас отношения, вы делитесь какими-то сокровенными такими вещами, может, даже рабочими моментами, помогает вам? Ну, я вообще считаю, что семья для человека это очень важно. Ну, помните, раньше, как нас воспитывали, что молодой человек, если ему понравилась какая-то девочка, он должен за ней очень долго ухаживать, провожать там, утон, доводить до школы, нести и ранец, вечером провожать ее до дома. Также нас воспитывали. На самом деле это правильно, потому что та пропаганда, которая пришла в 90-е годы, что мои отношения должны быть свободными, что семья это она не обязательно. Ну, я считаю, что это, конечно, огромный вред нанесло нашему обществу. Сейчас я вот так наблюдаю, вот эти традиции именно семейности, они начинают возвращаться. Если мы вернем, значит, у нашего общества есть будущее. Какие традиции у вашей главной команды жизни? Я помню, когда у меня сын был еще маленький, немного весил, я так вот его сажал сюда и с ним бежал там я вокруг 7 километров. Потом он весил все больше и больше, мне эти фиги давали все тяжелее и тяжелее. Что-то я помню один раз уже такой, как его, дотащил, поясница, потом долго у меня болело. Я говорю, сын, наверное, ты уже большой, давай-ка сам сейчас бегай за мной. И после кросса обязательно в бане очень дает много сил заряды энергии на всю следующую неделю. Алексей Юрьевич, как ваша семья отнесалась к известию о вашем назначении в Ульяновскую область и сразу ли они согласились переехать к нам сюда? Для них это было довольно-таки неожиданно. Они сразу ко мне сюда приехали. Сын у меня же в школе учится, поэтому они вернулись, ему нужно доучиться. Мы сразу определились, что он пойдет в первую гимназию, поступит в седьмой класс. У меня родилась внучка, жена сейчас неделю еще побудет, поможет самое первое. Это время очень важное. Дочь пока еще полностью не восстановилась, нужно помочь. Я вещи уже практически там часть перевозится. В ближайшее время, я думаю, недели, дни десять они уже ко мне сюда перейдут. Мы поздравляем вас с рождением внучки. Вы внучку-то подержали на руках? Подержал. Подержал. Поздравляю. Алексей Юрьевич, вы в своей работе называете одним из приоритетов это улучшение качества жизни людей. Вот что для вас означает вот это самое качество жизни? Качество жизни, ну, в первую очередь, конечно, это зарплата. Это и продукты питания, это и одежда, это и какой-то отдых, и культура. Все зависит от уровня твоей заработной платы. Дальше это образование. Ты, твои дети должны получить нормальное образование. Здравоохранение, качество вот этих медицинских услуг, это очень важно. Это среда обитания, где ты живешь. Это и правоохранительные органы, которые должны вовремя реагировать, если что-то происходит. Но это некая перспектива, куда ты можешь пойти отдохнуть, куда ты можешь поехать в отпуск. Желательно, чтобы нас далеко не уезжали в Ульяновскую область, у нас есть где отдыхать. Из соседних регионов тоже желательно нам привлекать туристов. Ну, в общем-то, вот оно, качество жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо.